Дорогие друзья, хочу вам представить известного эстонского художника-мариниста Чистый эстонист? Эстонского, айвазовского, как его называют здесь Сергея Лима И вот мы хотим поговорить с Сергеем о его профессии, художнике, о его направлении в живописи А, маринизм Сергей, ну, такой банальный вопрос сначала Как ты стал художником и почему ты выбрал именно это направление? А не там абстракцию или что-то еще? Ну, художником я стал с рождения, наверное, как родился Рисую детского садика Самый был спокойный ребенок в группе Садит мне карандашик с листиком Садит меня возле окошка И все, что я вижу, то и рисую А море? Море у нас рядом Вокруг Поэтому что же мне еще писать? Только море Но абстракцию я тоже люблю иногда Просто пришел такой возраст, что-то захотелось реального А когда тебя вдохновляет вот само море, природа, да? Или может быть какие-то образцы этого искусства в прошлом? Ну, естественно, все мы учимся на великих Черпаем, так сказать, из недр прошлого Все, что нам передали великие художники Ну, иногда стараемся внести что-нибудь свое По мере своих скромных сил и возможностей А вот что ты внес свое такое вот в этот жанр? Ну, к примеру, могу написать среднего картина размеру Примерно за час Вау Вот, например, эту На нее ушло 40 минут Она может еще быть не готова Но еще 20 минут И она будет уже в хорошем виде То есть скорость, да? Вот это вот Дело не в скорости Многие писали быстро На самом деле Ну, может быть, какая-то техника своеобразная какая-то Которая легла мне на руку Можно сказать так Но это секрет или можно сказать Вот Да нет, никакого секрета нет Вот мы проводим тут занятия в студии И все, кто хочет Тут приходят, смотрят, учатся Проще говоря Я могу на холсте белом Видеть волны Тучи Брызги Просто на белом холсте И мне не надо делать никаких зарисунков И то, что я вижу Я просто на этом холсте И пишу А научиться быстро можно этому Под твоим руководством Ну, как было сказано в одном известном фильме Ничего невозможно для человека с интеллектом Можно и за это научить курить Конечно, можно Было бы желание И время Какой твой любимый художественный музей Русский музей в Санкт-Петербурге Каждый раз приезжаю в Питер Могу по несколько раз заходить Любимый музей А что там особенно тебе нравится? Атмосфера И собранные мировые шедевры Которые Возможно, где-то есть и лучше Где-то есть и хуже Но мне нравится там Питер вообще люблю Я вот в Куму недавно побывал И Мне тоже там понравилась атмосфера Такого творчества Что творчество это пространство свободы Но оно Вот это вот пространство Ограничено Стенами Музея Да Как бы Дальше За пределы не выходит К сожалению Я, честно говоря К стыду своим признаться В Куму так и не был Как-то вот К сожалению Наши местные музеи Меня не тянут абсолютно В том числе Наши местные галереи Потому что Как-то я пришел С предложением повесить Или Продать мои картины Мне во многих было заявлено Что, к сожалению Реализм Нам не нужен Видимо, как и транзит Поэтому я в них и не хожу И даже не в курсе Что там предлагают Нет Ну, одно дело галерея А другое дело музей Там, где собрано искусство Там, вот это национальное Достояние Да Наверное, мне не очень нравится Местное национальное достояние За исключением редких Так сказать Индивидуумов Так ты же не видел Ты же там не был В музее Или ты знаешь А я вижу У нас интернет есть Музей Куму В интернете Можно посмотреть И как-то вот Не хотелось мне Туда прийти лично Ну, бывает такое Предвзятое отношение Но я лично воспользовался Вот этой Ночью музеев И не пожалел об этом Потому что Мне понравилось Я не спорю, что там классно Возможно, мне понравится И возможно, я когда-нибудь попаду К счастью туда Пока, видимо Что значит быть художником В Эстонии, например Как ты себя здесь чувствуешь Судя по твоему Такому критическому настрою Не очень Да, потому что Галереи не берут твои картины Продавать их трудно Да Сам ты не выходишь Там куда-нибудь На Ратушную площадь Или где там Художники продают свои картины Да, в общем Это и не для массового Наверное, да Такого Да нет, почему Покупателя Как раз Море можно штамповать При желании Очень много Были бы, так сказать Желающие Но я же не могу Их тоже продавать За абсолютно бесценок Практически Конечно Сложно быть Спасибо интернету И друзьям, знакомым Кто помогает мне Продвигаться В каких-то Других странах Ну и в Эстонии Почему Тут и тоже покупают Периодически Так сказать То густо То пусто Вот скажи, пожалуйста Твоя работа Твоя профессия художника Она накладывает Отпечаток На твою жизнь На твою видение Ну я, во-первых Художник Скажем так Не Не по диплому А можно сказать По призванию Поэтому тут Разные вещи Некоторые учатся В академиях Потом всю жизнь Возможно Это какой-то Отдельный Каст художников А есть мы Которые в академиях Не обучались Ну Просто Хочется рисовать Самородок Таланты с детства Без лишней скромности Говорит Да Но мы тебя Мы же тебя признали И не только мы А все Кто Так сказать У тебя учатся Твои ученики Те, кто покупает Твои работы И так далее Вообще Я считаю Что творчество Оно не Подлежит критике Вот человек Рисует Самовыражается И все Это главное Правильно Вот А дальше Дело вкуса Нравится Значит Ты Или Сам учишься Или приобретаешь Не нравится Проходишь мимо Правильно? Правильно Я полностью Ну вот Ты как художник Вот Как ты себя чувствуешь В Эстонии Скажи Вот Тебе хватает Здесь Воздуха Творческого Такого Ну Ты чувствуешь Это твоя Среда Обитания Я же здесь Родился Вообще Родился Вырос Конечно Это моя родина Я люблю Старый Таллин Обожаю Природу Эстонскую Тоже люблю Я объездил Всю страну Побывал В заковулках Различных Просто Исколесил Всю Эстонию Вдоль Виперек Вернее Скажу И поэтому Конечно Вдохновляет Хорошо Именно Природа Да? Чистота Чистота Лес Кругом Море Лес Бережье Нет Мусора Да В этом отношении Конечно Эстония Замечательная страна Ходишь гуляешь Боев Заколол Зашел Шикарный Был бы Свежий Чисто Все Опрятненько Даже Иногда Люди Добродушно Попадают Не всегда Конечно К сожалению Но Часто Мало Доброты Да Ты считаешь Здесь Почему Ее много Просто Меня за Иностранца Всегда Принимают Видимо У меня Залбо Не написано Что я Местник То есть Ты чувствуешь К себе Какое-то Такое Отношение Как к чужаку Да Я такого Еще не чувствую Ну Просто А тебя За кого Принимают Скажи Откуда Я знаю За кого Точно Не за Эстонца И это Тебя Напрягает Да Нет Абсолютно Хотя Ты можешь Но Когда ты Начинаешь По-эстонски Говорить Наверное У всех Это Шары На лоб Я конечно Не владею Эстонским На такой Степени Что Прямо Швести Философскую Беседу Но я Конечно Могу Обратиться И Судеют Эстонским Не способны Вести Философские Беседы Часто Так что Делать Это Не в знании Языка Наверное А просто В количестве Там Идей Мыслей И Знаний Ну Да Хорошо Что тебя Вдохновляет Вообще Жить Творчество Женщины Природа Вино Может быть Да Бывают Моменты Когда Не знаю Что тебя Вдохновляет Просто Хочется Жить Скажем Так Есть Такое Состояние Особенно После Некоторых Событий В моей Жизни Ну Связанных Со Здоровьем В общем Жить Просто Хочется Хочешь Об этом Рассказать Ну Собственно Говоря Че Я взялся Под Записание Я их и раньше Писал Конечно Но Не в таких Количествах Я не подходил К этому Бому Скажем Профессионально По Свою Просто В один Прекрасный Момент Ну Скажем Так Я заболел Долго Болел Врачи Слава Богу Спасли Мою Молодую Тогда Талантливую Жень И Соответственно Запретили Мне Поднимать Тяжелее Чем Кисточка Тогда Я и понял Что Пора Становиться Местным Художником Вспоминать Своё Забытое В годы Капитализма Начало Вернее Капитализма Своё Призвание Вот Собственно И Так И Начал Неоткуда Без Добра Да Поэтому Дело Не в том Что Тебя Вдохновляет А Дело Хочется Жить Надо Причем Здесь Должен Вдохновлять Хочешь Живи Вот Живем При этом Надеюсь Что-то Ещё И создаем Людям Возможно Это Нравится А Сейчас Ты Только Море Рисуешь И всё Да Нет Почему Я Много Рисую Пишу И рисую А Что Ещё Ты Делаешь Пишешь Да Просто Пейзажи Термор Иногда Вспоминаю Что-нибудь Из Авангарда Какого-нибудь Разные Направления Просто Это Малых Количеств Море Больше Поэтому Соответственно Море Больше Известно У тебя Есть Своя Коллекция Где-то Где-то Можно Прийти Посмотреть На то Что ты Делаешь У тебя Есть Как-то Мастерская Своя Нет Сейчас Такого Нет Спонсора У меня Нет Кто же Мне Купит Мастерскую Или Будет Орендовать Все Это Дом Происходит Все Это Дом И Висит У тебя Дом Музей Наверное Целый Да Такая Галерея Имени Меня Снова Пригласишь Нас Как-нибудь К себе Посмотреть Это Обязательно Здорово И Считаю Что Без Творчества Вообще Не прожить Эта Жизнь Была Бы Скучной Унылой Пресной Серой И Мрачной И Поэтому Человеку Мало Природы Мало Он Хочет Умножать Он Хочет Создавать Вторую Реальность Свою Реальность Вот И Сначала Копируя Конечно Да А потом Что-то Выдумывая Своё И Создавая Свой Мир Вот Я Сегодня Приехал Из Вильнюса В общем-то Это Довольно Таки Творческий Город Там Вот Ты Ходишь По Городу По Старому Городу Который Как Считается Самый Крупный Старый Город В Европе И там Я кстати Повспорил Ну окей И там Ну это не так важно И там Действительно Ну чуть ли не на каждом шагу Видны вот эти вот Отпечатки Что-ли Следы Печати Да А Вот Творчество Активности Художников И Вот эти И граффити И Картины Какие-то На стенах И так далее Это очень красиво Это всё создаёт Атмосферу Такую Неповторимую Замечательную Творческую Мне это очень понравилось Очень Поэтому я начал говорить Что вот куму Да Это вот Одно Но Если бы Вот весь Сталин Превратился в такой куму И для каждого художника Который в душе художника Не по диплому Нашлось бы место своё Вот город этот Стал бы таким Просто Ну Вот такой галереей Вот Городской Да Это было бы По-моему Замечательно И Там бы Всем нашлось место Всем художникам Потому что Художники окрашивают Вот художники Философы Да Поэты Они Что они делают Они окрашивают Эту атмосферу Жизни И придают ей Ценность какую-то Да Какой-то смысл Эстетику А мир Как мы знаем Может быть оправдан Как эстетический феномен Поэтому чем больше Эстетики Красоты Тем Интереснее жить И тем больше Смыслов И тем больше Радости Удивления Наслаждения Вот чего-то такого Ах Точно Вот Сергей Спасибо тебе огромное Что нашел время Для интервью И Надеюсь Мы продолжим Это у тебя В гостях Вот Посмотрим твои работы Я тебе желаю Успехов Огромных Продолжай в том же духе Не сдавайся Вот И Конечно Надо искать Какие-то возможности Для организации Выставок Ну и как-то Себя Немножко Самому Продвигать Правда Потому что Бери пример С этого Сальвадора Дали Ну В скромности Замечен Не был Ну вот Кто Я Наверное Ну вот Вроде нет Потому что Как бы Вообще Здоровому Организму Это какой-то Философ Писал Свойственно Себя Умножать Вот Каждый Что-то Несет Да Один Ну Там Что-то Бред Несет Да Вот А второй Несет Свет Радость Красоту Искусство И таким Образом Влияет На вот Эту Общую Атмосферу Жизни Вот Поэтому Не Замыкайся Да В себе И вот В студии Такой Замечательной Нашей Куда Я тоже Хожу И где Я тоже Самореализуюсь А Выходи На Вот Вот В мир На широкую Такую Аудиторию И публику Пусть Люди Ну если бы я Не выходил Я бы ждал В голос И был Помер Наверное На последние Деньги Все-таки Куплю Холст С краской Что ж Спасибо А напоследок Я куплю Да Вот Спасибо Сергей Огромное Успехов